В 2023 году самолеты Североатлантического Альянса более 300 раз прихватывали российские военные самолеты в Европе. Об этом говорится в сообщении НАТО. Сообщается, что большинство перехватов российской авиации происходило над Балтийским морем. Истребители НАТО круглосуточно дежурят, готовы подняться в воздух в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших членов Альянса, говорится в сообщении. В НАТО добавляют, что российские самолеты давно не передают транспондерный код, указывающий на их местонахождение и высоту, не подают план полета и не выходят на связь с авиадиспетчерами. Подавляющее большинство столкновений между самолетами НАТО и российскими самолетами были безопасными и профессиональными. Нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства НАТО оставались редкими и непродолжительными. Патрулирование воздушного пространства является важным средством, с помощью которого НАТО обеспечивает безопасность наших членов, сказал исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт. После полномасштабного вторжения России в Украину, Альянс значительно усилил свою противовоздушную оборону на восточном фланге, в том числе за счет увеличения количества истребителей, наблюдательных самолетов и наземных средств противовоздушной обороны. Так, после неоднократных российских ударов по украинской инфраструктуре, расположенной очень близко к территории НАТО, члены Альянса перебросили дополнительные истребители в Румынию. А в октябре, после прорыва подводного трубопровода в Балтийском море, НАТО отправило в этот регион дополнительные силы и средства.